я татьяна бенц это 365 инфо здравствуйте в казахстанской благосфере очередной скандал и снова он связан с новыми школьными учебниками об которой сломали копья и языки уже практически все активные фейсбукчане и журналисты и даже мон пошел на попятные и сказал что будет вносить изменения в эти учебники тут раз новость блогеров вызывают на допрос в полицию что же случилось мы решили узнать у одного из привлеченных к этому делу я хочу представить юрий дорохов пиар-специалист блогер и предприниматель здравствуйте юрий добрый день расскажите пожалуйста что же произошло на прошлой неделе меня повесткой вызвали в двд города алматы вот сказали что дело о фейсбуке когда я пришел выяснилось что министерство образования подала заявление правоохранительные органы по поводу распространения заведомо ложных сведений в социальных сетях но в телекоммуникационных сетях то и в данном случае в социальных сетях вот и по этому делу дело возбуждено по статье 274 уголовного кодекса по этому делу на допрос вызвали меня и еще четырех человек мы все что характерно или работаем в пиаре или работаем журналистике или являемся бывшими журналистами вот после того как мы рассказали об этом социальных сетях представитель министерства образования советник министра написала что у министерства к нам претензий нет к нам претензий нет поскольку а министерство пытается хочет выявить тех кто распространял фейковые непроверенные лживые действительно данные в социальных сетях такие данные действительно распространялись я тоже их видел печатались по ватсапу фейсбуке возможно других социальных сетях печатались фотографии страниц из книги по половому воспитанию детей из сборника вредной задачи григория остера и выдавались за страницы из казахстанских учебников но дело в том что не я не мои коллеги по крайней мере они так утверждают тоже да как и я мы этого не распространяли таких данных мы не печатали вот этих вот фальшивых страниц наоборот когда где-то я видел что напечатана страница из острой лизеты книжки по половому воспитанию тей я всегда считал своим дом долгом откомментировать что ребята это фейк это не казахстанский учебник не верьте не ведитесь проверять информацию что мы делали некоторые из нас вообще говорят что ничего не писали из нас от пятерых да ничего не писали про реформу образования про учебники некоторые например я действительно писали я выкладывал фотографии собственноручно сделанные страниц из учебника по русскому языку за 5 класс где одни исторические события атрибутированы к разным датам или где скажем смешиваются из контекста видно что смешиваются два археологических памятника в один археологический памятник я историк по образованию такие вещи меня цепляют юра а скажите а что вам сказал следователь вы же насколько я читала были вызваны как свидетели по этому делу смотрите мы вызваны все как свидетели но мы свидетели с правом на защиту есть такая категория в уголовном процессе это означает что мы свидетели под подозрением то есть либо у заявителя либо у следствия есть основания подозревать на совершении преступления ну еще не настолько большие чтобы переквалифицировать нас подозреваемых и мы легко можем быть переквалифицированных подозреваемых поэтому да например у нас есть право не давать против себя показания мне скрывать нечего я рассказал все надо на допросе было расскажите что ну как бы как о чем с вами разговаривал следователь если это возможно говорить что спрашивал как аргументировал обращение именно к вам вообще по этому обращение именно ко мне следователь никак не аргументирован я так понял что ну было официально да была проведена некая работа которая вывела лиц которые постили информацию об учебниках социальных сетях на самом деле таких лиц были сотни да я бы складывать сотни если не тысячи людей да почему выделили именно журналистов и пиарщиков для меня большая загадка меня спрашивали о том размещал ли я информацию я честно сказал да я размещал какую я брал из учебников я брал страницу учебников фотографировал и выкладывал их со своими комментариями я перепостил разбор учебника по русской музыки за седьмой класс раздела про генномодифицированные организмы которые сделал биолог да и белка белок считаешь там написано ну не очень научно скажем так подход вот я выкладывал страничку из учебника за седьмой класс где рассказывает что такое смайлики мне кажется смешным семиклассником рассказывать про смайлики честно скажу да вот вот это вот я делал а больше ничего не делал у меня спрашивали дежурный вопрос если например у меня технические устройства подключенные к интернету я честно что у меня есть новое устройство подключенные к интернету да то есть вопросы были такого рода у меня спрашивали знаю ли я лиц который также проходит по этому делу в качестве фигурантов то есть свидетель права на защиту я сказал что одного из них я знаю остальных я не знаю вот как бы узнал сейчас только благодаря долго допрос лился где за час полтора примерно а какое мнение не а юридическое а такой интернет квалификации может быть следователя вы можете сделать ну видите свет следователь человек подневольный я бы так сказал что нормальные люди в большинстве своем социальных сетях не сидят это вот ненормальный тип меня сидят да вот насколько нет терминологии он владел видите ли в чем дело следствие ведется в астане следствие следовали в астане а здесь нас допрашивали по предписанию из астаны то есть из астаны просто пришла бумага ее направили местным следователем грубо говоря свободный следователь взял и допросил по заранее составленным вопросам вот ну вопросы мне показалось оставил человек который в целом разбирается в социальных сетях да но не сказать что он там большой специалист то есть я бы так вот сказал что будет дальше как мы ждем мы ждем что будет дальше возможно несколько вариантов событий да министерство образования отзывает свое заявление но я так понимаю что этого не будет по крайней мере пока об этом не министерство представители не говорили возможность второе дело в отношении нас прекращается за отсутствием состава преступления вот это конечно исход на который всем надеемся поскольку мы себя не считаем виновными мы вообще себя не считаем причастными к этому делу никоим образом это второй вариант третий вариант нас переквали переквалифицируют подозреваемых вот и дело идет судебному процессу скажи юра а как ты относишься к таким методом которым прибегло министерство образования вот в этой мы в этой ситуации с шумом вокруг учебников вот это поданное им заявление правоохранительные органы насколько это релевантная реакция со стороны министерства как пиарщика спрашиваю знаете мне очень сложно к этому отношению потому что с одной стороны а я абсолютно согласен с тем когда представители министерства грешна добро вас с фейками это однозначно нужно учить людей отделять правду от лжи нужно и чуть ли анализировать информацию да и нужно учить людей а не кидаться писать перепочвить что угодно не проверив насколько эти сведения достоверно это не так сложно сделать в наше время до когда у каждого под рукой интернет это не так сложно делать с одной стороны с другой стороны как пиарщик я вижу что сейчас сейчас до министерства своими действиями нанесло себе большой репутационный урон я не знаю кто нас включил список фигурантов дела не знаю министерство говорит что она не включала да и умение основания министерства не верить но как будто ни было мы попали и реакция общества однозначно реакция общества однозначно общество считает что что угроза репрессии на висла на теме кто критиковал учебники кто честно критиковал учебник кто часто пытался разобраться в ситуации да при этом министерство встречоны не против критики вот я очень надеюсь что подозрения эти окажутся безосновательными и что действительно что министерство действительно не будет преследовать тех кто просто критиковал и тогда Да, в отношении нас дело будет прекращено, но, насколько я понимаю, это зависит уже не только от Министерства образования. Мне кажется, здесь нужно было представителям Министерства, как я бы лично рекомендовал поступить, выступить публично, открыто, с разъяснением, что, ребята, вот это и вот это, это не из наших учебников. Они это делали, но они это начали делать не сразу. Они начали делать не сразу. И, наверное, это нужно было делать более широко. То есть речь идет о скорости и масштабе реакции. О скорости и масштабе реакции. И тогда люди бы, если бы это открыто показали, никому не хочется чувствовать себя дураком. Люди это не перепощивали бы эту информацию. Или в минимальных объемах. Это потонуло бы в общем информационном море, в общем информационном шуме. Юр, некоторое время назад ты выступал на отраслевом форуме и заявил, что один из лучших методов антикризисного пиара это подавать в суд. Ну вот такое жесткое было заявление. Я помню, это внутренне полемизировало с тобой по этому поводу. Против тех, кто распространяет ложные непроверенные данные, да. Ну вот сейчас ты не поменял свою позицию? Нет. Потому что на самом деле это такая... Нет, я не поменял. Они же подали, собственно говоря, заявление против таких вот... Это разные вещи. Они подали не гражданский иск в суд. Они написали заявление в полицию. Да, возбуждено уголовное дело. Вот. Я тоже, я по-прежнему считаю, что лучше подать в суд, но это именно подача в суд. Вот. Аккаунты тех, кто постил непроверенную информацию, выяснить, ну, очень легко. Для этого достаточно зайти в Facebook и по поиску немножечко поискать. Вот против этих людей надо было подавать иск в суд из гражданском порядке о взыскании репутационного ущерба. Вот. И оцените этот ущерб в данном случае, да, чтобы, опять же, не возникало у людей впечатления, что преследуют за правду. Ну, люди иногда и ошибаются, когда пишут, но пишут из честных побуждений. Оценить, например, репутационный ущерб в один тенге. Вот мне кажется, это был бы просто идеальный вариант. А как вычислить, как вычислить все-таки фейка? Как вычислить вот эту вот информацию, спланированную компанию? Вообще до конца однозначно, честно скажу, да, я понимаю, что сейчас я говорю, может быть, не в своих интересах, но это правда. Часто до конца сказать, спланированная эта компания или нет, невозможно. Особенно, учитывая, что часто, например, конкуренты одного бренда пользуются общей негативной ситуацией к нему, промахами, провалами, да, для того, чтобы подогреть, подогреть негатив по отношению к своему конкуренту. Но есть некоторые, как бы, общие такие критерии, да, например, если мы говорим о социальных сетях. Если вдруг о какой-то проблеме начинают неожиданно говорить раскрученные люди, раскрученные пользователи, которые никогда до этого об этой проблеме не говорили, начинают говорить примерно одинаковыми словами, можно заподозрить, что дело нечисто. Если о проблеме начинают говорить десятки, сотни людей, обычных людей, нераскрученных, да, если об этом говорят прежде всего люди, которые регулярно говорят о проблемах в данном направлении, то, скорее всего, это не компания. Вот этот на самом деле прекрасный кейс, посмотрите, о проблемах с учебниками, о проблемах с реформой, да, с отношениями к реформе, высказывали действительно сотни, если не тысячи людей. В основном это обычные люди, это не популярные блогеры, это родители, это учителя, да, учителя в Алматы написали письмо в адрес спикера Сената, вот. Об этом говорили люди, эксперты в области образования, которые постоянно об этом говорят. Что значит компания? Компания, это означает, что кто-то это организовал, вложил в это деньги и проплатил публикации. Я честно скажу, я не представляю, как можно проплатить публикации сотням людей. Это организационно очень сложно, это огромные деньги. И при этом, ну, практически 100% вероятности, что кто-то из них допустит утечку информации, да, что где-то, как говорится, хлюзда на правду выйдет, что станет о компании известно. Вот. Поэтому в данном случае, да, еще один момент. Любая компания, любая компания, да, она предстоит какую-то конкретную цель. Здесь, по-моему, совершенно понятно, что думают представители министерства об этой конкретной цели. Убрать министра-реформатора, в частности, который мешает. Видите, в чем дело, фамилия министра практически ни разу не звучала. Ну, я, по крайней мере, о том, как, мне стыдно признаться, да, но о том, как зовут министра, я узнал на прошлой неделе. Я, собственно, не интересовался этим, поскольку я прекрасно понимаю, что это настолько большая машина, да, а министр, он, у него, как бы, у него есть свой уровень, которым он занимается, да. У него есть свой уровень, которым он занимается, это настолько большая машина, что... Я думаю, министр, скорее всего, не видел этих учебников, это не его дело. Есть специально ответственные специалисты. Имен этих специалистов мы не знаем. Соответственно, эти специалисты тоже не фигурировали. Чего, собственно говоря, добивалась основная масса людей? Ну, у них у всех разные взгляды на учебники. Чтобы учебник был изменен, чтобы оттуда были убраны какие-то конкретные моменты, которые людям не нравятся. Например, мне не нравится, что там есть нелогические вещи и, скажем так, несостыковки в плане исторических дат и археологических памятников. Если этого уберут, мне будет достаточно. Для этого не нужно убирать министра, для этого нужно отредактировать учебник. Людям, которые критиковали учебник с точки зрения биологии, они не требовали убрать министра. Они просили, чтобы просто там то, что писал, скажем, про генно-модифицированные организмы, было приведено в соответствии с научными знаниями. Потому что сейчас такое ощущение, что информация надергана из интернета. Они не требовали отставки министра. Я не помню, что кто-то требовал отставки министра. Но если кто-то проплатил деньги, если, допустим, кто-то проплатил деньги за то, чтобы из учебников убрали фактические ошибки, ну, мне кажется, это был бы прекрасный человек, вот это был бы бессеребренник. Я таких людей, к сожалению, не знаю. Юр, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, ты работал даже преподавателем в школе. Да, у меня 5 лет 5 стажей. Я работал в школе, правда, недолго и в ВУЗе. У меня тут информация, к нам читательница прислала, буквально в свете всех этих учебников, скандалов вокруг них, прислала письмо. И говорит она о том, что на выходные ребенку задали домашнее задание по истории Казахстана, 5 класс, вот это новая программа. И домашнее задание состояло в том, что нужно нарисовать иллюстрации, ну, вот ребенок нужно нарисовать иллюстрации, картиночки, да. Вот тема «Древний мир». Вот. И там, собственно говоря, вот эти вот кроманьонцы, неандертальцы, да. И вот в общем итоге на выходные набралось 45 иллюстраций, которые нужно сделать детям. Жесть. Вот. У меня к тебе, как к профессионалу, к педагогу, к историку вопрос вообще. Насколько, опять же, вот правилен и релевантен вот такой подход? Даже если это написано в учебнике и рекомендовано в методической литературе, может ли и должен ли учитель вносить какие-то, ну, изменения? Может ли он как-то менять это домашнее задание? Потому что мы понимаем, да, там, ну, любой человек, там, 5 минут потратить на рисунок, да. Сколько времени займет у ребенка делание всей этой истории? Мне кажется, вот, на самом деле, в этом проблема. В принципе, мне лично очень симпатичное направление, в котором меняется казахстанское образование. Учебник, вот тот же самый с ошибками, он реально стал интереснее, чем тот, по которому учился я. Я знаю, что многие люди этим довольны, многие не согласны. Прежде всего, педагоги, да, с тем, что там изменен классический подход к преподаванию того же русского языка, да, или там к преподаванию истории. Но мне лично он нравится. Однако все портят мелкие недоработки. Мелкие недоработки в фактической части. Мелкие недоработки в методике преподавания, да. Эти все недоработки, на самом деле, можно устранить, надо быть семи пядей во лбу. Надо отдать учебник рецензентам, грамотным людям с учеными степенями, с публикациями научными. Двум-трем. По каждой специальности, по каждому из направлений, которые упоминаются в учебнике, географы, биологи, историки, да, литературоведы, чтобы они этот учебник отрецензировали, и проблемы не будет. Министерство говорит же, что рецензии, вести полгода рецензировали и проверяли. Я не знаю, кто рецензировал и проверял, а если они рецензировали и проверяли, они делали это очень плохо. Значит, это были не те специалисты. Ну, потому что вот, в одном случае сказано, например, что открытие «Золотого человека», это учебник по русскому языку за пятый класс, относится к 69-му году, а в другом – в начале 70-х. Да, вот. Вот. Близко, но не то. Близко, но не то. Да, в учебнике, я думаю, не должно быть таких ляпов. Вот. То же самое по методике. Дети сейчас, действительно, это я уже говорю не только как бывший педагог, да, но и как отец. Дети сейчас действительно перегружены. У нас, с одной стороны, провозглашается отход от советской модели, которая была направлена на то, чтобы людей напичкивать знаниями, загружать знаниями в головы. Да. Переход к творческой модели. К модели, когда учатся не столько, не столько овладевают знаниями, сколько учатся учиться. Да. Сейчас мир постоянно меняется, мы должны прежде всего уметь учиться. Но при этом сохраняется вот этот вот старый компонент с напичкиванием знаний. Причем, к сожалению, к сожалению, ну это уже говорю не я, это говорят специалисты, именно методологи, да, несинхронно, несинхронно даются эти знания по разным предметам. Скажем, вот я встречал упоминания о том, что по географии дети еще, например, не проходили великие реки мира, а по истории ему уже дают задание на контурной карте нарисовать основные речные цивилизации. То есть несинхронизировано, да, это дается. В школах по 6-7 уроков, в некоторых школах по 8 уроков. 8 уроков. Да, при пятидневке. У моей дочери. Это аномально, это аномально. При этом перемены 5-10 минут, в основном 5 минут. Я знаю примеры у меня у знакомых, когда дети приходят из школы и рыдают, когда им плохо, реально. Я думаю, не должно быть такого быть. Я не могу сказать, что наши родители в большинстве своем настолько загружены проблемами, школьными проблемами детей. По большей части некогда людям в это вникать. Вот есть школа, вот мы ей доверяем. Наоборот, учителя привлекают родители, давайте, давайте, будьте внимательны к детям, все время звучит это. И тут вдруг такой шквал, вопль, крик вообще. Почему это произошло? Глокая куздра виновата. Потому что это лежит на поверхности. Во-первых, потому что это лежит на поверхности. То есть, что там происходит в школе, мы, родители, не видим. То, что происходит в процессе урока, как выстроен урок, мы не видим. Если у ребенка какие-то конфликты с учителем, мы это видим, но это каждый случай индивидуален. А тут массовый учебник, и каждый может... Это просто открыть учебник и посмотреть, что там не так, и убедиться, что что там не так. Если у меня с ребенком что-то в школе случилось, родители из-за всего Казахстана не пойдут проверять, так это или нет. А учебник может открыть каждый. Я думаю, что, во-первых, потому что это лежит на поверхности. Раз. Во-вторых, потому что все-таки не была проведена разъяснительная работа. Та же Глокая куздра, на самом деле. Великолепный текст. Я считаю, что великолепный текст. Я рад, что это попало. Я вообще очень рад, что уменьшено количество... Я сейчас скажу крамольную вещь. Я очень рад, что уменьшено количество русской классики. Да, я соглашусь. Потому что, вот вы знаете, для меня в школе, да, это была пытка, которая отбивает всякую любовь к русской классике. Потому что вот эти вот, ты учишь правила, которые достаточно сложны. Русский язык сложный язык, да. Ну вот, насколько я понимаю, казацкий не легче-то. Вот. Ты учишь эти правила, ты устаешь, тебе ставят, если ты ошибаешься, тройки, четверки, там двойки, да. Кстати, сейчас тоже идет отход, вы знаете, от системы оценок, и это отдельный разговор. Вот. И у тебя закладывается негативное отношение к классике. А там действительно прикольные, интересные примеры, да. Интернет-тексты, замечательно. Глокая куздра, да, замечательно. Вот. Какие-то задания из области популярные знания. Прекрасно. К сожалению, не все они, на мой взгляд, относятся, например, к русскому языку, учебники по русскому языку. Ну ладно, это можно доработать. Направление верное. Вот. Но, мою точку зрения разделяют немногие. Потому что люди знают, что их учили вот так, вот был такой стандарт. Они видят, что сейчас и без того резко упала грамотность. Они опасаются, что будет еще хуже. И до скандала с учебниками никто этого толком не объяснял. Сейчас начали объяснять, слава богу. Сейчас идут собрания в школах. Я вот в прошлую субботу был на собрании. Нам там рассказывали про особенности нового, суммативное, нормативное оценивание. Но, в целом, родители, там, все равно, конечно, остались сомнения. Да, но, в целом, по крайней мере, многие поняли, что это такое, зачем это нужно. И каких-то яростных возражений, да просто возражений даже. Я против этого на общешкольном собрании не видел. Людям объяснили, люди поняли. Окей, интересно, надо посмотреть. Если бы это сделали с самого начала, я уж извиняюсь, опять мы говорим о пиаре элементарном. Сделали бы с самого начала, было бы понятно. Вот я думаю, меньше было бы вот этих вот возмущений и недовольцев. Потому что, опять же, многое из того, что происходит сейчас в школе, на самом деле, на мой взгляд, это здраво и полезно. Но, к сожалению, оно не доработано. Если сейчас отказываться от всего этого нового и полезного, мы с водой выплеснем ребенка. Юр, завершая беседу, вот теперь с точки зрения пиарщика, посмотри на свою ситуацию с уголовным делом со стороны. И что бы ты, как пиарщик, рекомендовал бы Министерству образования в этой ситуации сейчас сделать? Я рекомендовал бы, во-первых, сделать официальное заявление. Потому что заявление, которое мы очень благодарны советнику министра за то, что она разъяснила позицию. Майораж. Майораж, да. Но это ее позиция. И, насколько я понимаю, она не является официальной позицией Министерства. Раз. Во-вторых, я бы рекомендовал очень показать заявление, которое было направлено в полицию. Да. Придать его гласности, чтобы все увидели, что да, там говорится именно о фейках, о тех, кто распространял ложную информацию. И официально заверить, что больше никаких заявлений направлено не было. Это раз. И это два. Ну и в идеале я бы очень рекомендовал, я подозреваю, что, может быть, ситуация с нами возникла из-за того, что заявление было составлено не совсем корректно. Может быть, это вот это заявление и составить новое. Не боишься, что твоя открытость и то, что ты так вот делишься и комментируешь всю эту историю, может сыграть против тебя? Конечно, боюсь. Я боюсь, но, скажем так, в жизни есть вещи, которые надо делать, даже когда ты боишься. Потому что мне вот не все равно, по каким учебникам учатся мои дети. Мне не все равно, что с ними происходит в школе. Я долго думал вообще, прежде чем писать эти посты, я понимал, что это может вызвать негативную реакцию со стороны министерства. Действительно, у меня появлялись в комментариях люди, учителя, сотрудники госорганов, в основном, которые со мной не соглашались, меня критиковали. На такую реакцию я не рассчитывал. Но если бы я даже знал, что реакция будет такая, я бы все равно на это снова пошел. Юрий Дорохов, блогер, который проходит по делу о фейках по заявлению Министерства образования. Спасибо большое, Юра. Спасибо вам. Я желаю вам удачи и победы в этом деле. Да торжествует юстиция, даже если погибнет мир. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо.